Уморлики, здорово! Всем, кто на канал не подписан, соболезную. Вышло недавно, вернее, появился гейплей новой игры. Знаете, есть такое аниме про лысого парня, такого смешного, называется One Punch Man. И там с айтома, он такой сильный, накачанный, ну, дружко чем-то похож. Оказывается, есть игра про него, и уже эта третья часть выходит. То играю не сам, я смотрю запись с ютуба, ну, потому что мне лень просить, чтобы мне дали эту пробную миссию. К тому же она идет каких-то там 20 минут или даже 10, поэтому рили пихуй. Лучше посмотреть, а уже играть в полную версию игры. Вот, а грызок я просить даже не собираюсь. Смотри в будущее. 47-й. Время. Время чего? Что случилось? Блин, сейчас в аниме такого не было, это, видимо, третий сезон, решили сделать поинтереснее. Хитман 3. Ну, надо было назвать One Punch Man 3, но почему-то Хитман называется. Ну, графика неплохая. Я помню, как ты играл в 2013 на PS3, там примерно так же было. Угу. Сайтома же летать мог, а... Ну, вот, кстати, да, видите, летят. То есть, появился, видимо, друг у Сайтома, лысый. Орлы, вот иногда бывает так, что денег нет, но мы держимся, и что же делать? Вот у тебя поиграть хочется. Есть целый канал. Брэнти, он раньше играл в игры как нормальный человек. Сейчас он снимает про то, а где же скачать готовый Кибербанк на торренте, или еще что-то такое. В общем, снимает про взломы разных игр. Он новый русский пират. Я даже подпишусь. Я не то, чтобы пират, Чарли, я всегда, я же ютубер известный, популярный. Я все покупаю. А вообще, мне все бесплатно дают. Ага, конечно, бесплатно и дают, конечно, да. Но, тем не менее, вам, может быть, это полезно. Может, вы хотите скачать какую-то игру без смс-регистраций. Так что, ссылка в описании. Заходите к Брэнти, я уже подписался. Брэнти поебался. Ссылка в описании. Добро пожаловать в Дубая, 47-й. Сегодня инаугурация Септера, и церемония уже началась. Кто такой Септер в Дубае? Я внимание приложу. Ты найдешь Маркуса Стейверсанта в здании с подписью. А параноидальный Карл Инграмм сидит у себя в пентхаусе. У него там безопасность по высшему уровню. Мистер Грей уже на позиции и готов помочь. Удача, 47-й. У нас есть некий мистер Серый. Как я понимаю, Сайтама приземлился на вот эту балку. Вообще красиво смотрит. 47-й. Заходи. Ты копируешь? Да, я тут. Ты на позиции? Да, иду в точку входа. Хорошо. Свяжись со мной, как будешь там. То есть теперь появился новый персонаж. Раньше мы общались только с вот этой Итиан по телефону. А сейчас, ну слушай, красиво смотрится. Я не знал, что в Дубае есть настолько высокие здания. Вообще, кстати, мне недавно написал какой-то ингирийский принц. Предложил мне по блату место в Дубае у мойщика окон. Я думаю отказаться, потому что, ну блин, мыть такие окна, это страшно. Я на такой высоте. Я немного боюсь высоты. Притом вот не боюсь летать на самолетах, что странно. Но высоты боюсь. Я на такой высоте, наверное, ну я не согласен. Причем там еще такое дело, что нужно вначале заплатить этому зимбабийскому принцу. Из Зимбара. И только тогда он мне по блату как бы даст в Дубаях место у мойщика окон. Ну просто он сказал, что мойщик окон это элитная профессия в Дубаях. Так, то есть я при помощи фотокамера открыл окно. Ну ладно. Так что, наверное, все-таки не поеду работать в Дубаях. Просто я думаю канал бросить и пойти на нормальную работу. Мойщик окон, по-моему, вполне хорошая. Серьезная работа такая, ответственная. Так, 47-й, занимай позицию. Когда ты проникнешь, найди где-то план этажа. Он где-то есть. Понял, да? Нужно сфокусироваться на одной цели. Если Игран и Сервитсон узнают о том, что ты здесь, нам пизда. Мы так близки, 47-й, не персо. А они никуда не денутся. Ну да, мы на высоком небоскребе. Лифт перекрыть. Они что, по лестнице будут спускаться? Нет, конечно. Так, надо было отключить на телефоне уведомление, а то он вибрирует. Ребята, я, конечно, люблю вибраторы, но никогда я записываю видео, отвлекает. Так, посмотрим. Тут, видимо, костюм. Почему он ни один костюм не взял? Если бы я играл, я бы костюм взял. Но графика, честно говоря... А, вот мы и в костюме. Графика... Кстати, классный переход. Прям переоделся... Переобулся в воздухе, я бы сказал. То есть реально переобулся в воздухе. И никто ведь этого не увидел. М-м-м-м, водичка. Так, можно подобрать памфлет. Мы получили очки. Вообще игра никак не изменилась. Я помню, я играл в первого Хитмана, во второго Хитмана. И игра выглядит абсолютно так же. Ничего не нового. Добро пожаловать, добро пожаловать. Здравствуйте, приятно вас видеть. Как приятно видеть столько дружелюбных и знакомых алиц здесь сегодня. По-моему, выступление уже идет. Он никого не знает из этой толпы, но он такой Здравствуйте, как приятно вас видеть. А потом будет такой Господи, как те гости заебали. Знаете все эти официальные приемы. И у меня есть одна... Одной привилегии меньше. Помимо того, что я член некой семьи. Я скоро закончу строительство Наследия Аль-Газали. Так что Хочу поблагодарить своих кузенов За их дружбы и влияние. Это достижение возможно не было бы возможно. Спасибо вам. Я горд. Еще раз. Обессмертить имя нашей великой семьи. Но что самое важное Это здание Для всех людей Дубая. И в данный момент Это самое высокое здание мира. Ну, заметно. Тут аж воздушные шары вокруг него летают. Интересно, как с рейтрейсингом это будет выглядеть. Потому что мне кажется, эта картинка не ретрейсится. Ну, хотя, может, мне кажется. И я Гордо открываю Небоскреб Аль-Газали. И рецептор. Ну, а это имя какое-то вялое, как по мне. Теперь, пожалуйста, будьте моими гостями и празднуйте. И спасибо вам! И теперь мне придется включить следующее видео, потому что тут показан не весь геймплей. Просто я выбрал два видео, где можно более-менее все посмотреть. И сейчас мы посмотрим с вами все целиком. Весь геймплей третьего Хитмана. Я, кстати, теперь серьезно никогда не был фанатом Хитмана. Единственное, которое мне понравилось, это абсолютно, потому что я люблю больше приключенческие игры. Игры, где ты заходишь на миссию, где нет какой-то центральной сюжетки. Потому что первый Хитман, в нем, по сути, не было какой-то центральной сюжетки. То есть, нет, там, вернее, в первом Хитмане она была. Но она была, ну, такая себе. Во втором Хитмане на тот центральный сюжет, по-моему, вообще забили. Короче, я немного расстроен в этом плане. Мне всегда хотелось, чтобы Хитман был, не знаю, мне нравилось. Когда есть центральный сюжет в Хитмане, как в Абсолюшене. Что ты идешь к какой-то цели, и по пути к этой цели ты делаешь какие-то убийства. И вот это было бы классно. В итоге с Хитмана сделали просто песочницу по убийствам. Где какой-то, вроде бы, центральный сюжет есть. Но он как бы есть, а как бы его нет. Поэтому мне это не нравится. И из этого Хитмана я разлюбил. Моя самая любимая игра в серии Абсолюшен. Многие говорят, что там, типа, Блатмане лучше и все остальное. Не знаю, мне нравился Абсолюшен за сюжет. Я чисто сюжетный игрок. Мне на все остальное вообще плевать. Так, а теперь мы продолжаем играть. Посмотрим, ну как играть. Смотрите, если что, еще раз, я не играю сам. Просто какой-то умник наверняка напишет. Кстати, прикольная камера сверху появилась. То есть, мы видим, как кто-то реагирует на наши действия. Это круто. То есть, мы сейчас, я понял, мы схватим охранника. Да, вот этого в костюме. Белые костюмы, кстати, это ужас. Потому что их же надо содержать в идеальной частоте. На таком сером костюме там даже пятно не будет особо видно. А здесь даже капля воды будет заметна. Хотя, я понимаю, что это сделано для показа аккуратности. А может быть, для... Ну, то, что, типа, это южная страна, все дела. Так, мы скинули его в шкаф. Да, блин, все то же самое осталось. Никаких различий. Наверное, рейтрейсинг добавят из... Того, что нового у нас будет. Так. Все хорошо, ты здесь. Я, как понимает, мой новый рекорд. Я тут немножко беспокойным стал становиться. У тебя же есть с собой паспорт? Так, паспорт дал. Правда, откуда у него паспорт есть? Он просто взял костюм. Ну. Выглядишь ты очень многообещающе. О, да, хорошо. О, ты работал на Даву Дарангана? Надеюсь, ты не был там во время мутагической смерти. Хорошо. Это все выглядит очень хорошо. Давай. Я сейчас тебе немножко расскажу, о чем я тебя ожидаю. Слушай, мне кажется, он мне из мяса к сраба хочет сделать. Ты должен быть со мной 24 на 7. Разве что я скажу иначе. Ване, можно, конечно, к Капису не заходить. У меня сегодня очень важная встреча. И я ожидаю, что ты будешь держать уши закрытыми, а глаза открытыми. Понял меня? Так, теперь твои бумаги впечатляющие, но не нужно все увидеть собственными глазами. То есть мы на работу к своей жертве к жертве поступили, судя по индикатору на карте. Я ненавижу чувака, с которым встречаюсь, но у него хорошие скиллы. Он умеет охотиться на животных. Ты когда-нибудь пытался расчленить зверя? Да, хорошо. Тогда, скажите так, не так-то легко, как выглядят. Это как будто пытаешься зарезать мяч резиновый. Так, мы почти пришли. Ты должен понять. Я добрался сюда не на слепой вере. Ну, практически пришли, да? Видишь цели для стрельбы? Даже дебил может поставить цель, но ножом. Вот здесь талант. Но отец всегда говорил, если у тебя нож хороший, с пушкой будет лучше. Хочу эти скиллы твои смотреть. Я, не знаю почему, но я всегда верил мужчинам, которые умеют кидать нож. Надо как-нибудь зайти к психологу. Понял? Да, да, да. Конечно, следуй за мной. Та, ну нахуй, давай падай. Вы его схватили, 47-й Макрос, Тюби, Сант, больше не проблема. Пойдем к Карлу Энграмму. Мы еще не кончились. Слушай, по-моему, костюм этого парня, кстати, можно было бы украсть. Никто не должен знать, что я здесь. Тем не менее, есть журналист, который на инаугурации. И он задает какие-то вопросы неприятные насчет того, что я тут остаюсь. И это очень опасная проблема. Нет, тут как бы с монтажом все сделано. Так, теперь я хочу, чтобы ты затиховал эту маленькую проблемку. Думаешь, справишься? Это я делаю лучше всего. Мне нравится твоя прямолинейность. Это твой файл. Ханс Люхт. Это журналист-фрилансер. Он хорош. Не сдаться пока... Да, вот репортер. Слушай, какой он стремный, господи. Почему эти шведы какие-то страшные? Почему тут одни шведы какие-то? Это явно шведские фамилии. Кстати, ладно, потом скажу. Так, дай ему ответ, который он хочет. Эээ, постой, он не должен получить те ответы, которые хочет. Учит, считайте, что дело сделано. Я хочу фоточку. Хочу доказать то, что я могу спать по ночам, конечно. Когда это маленькое задание выполнено, возвращайся в горе Смисто. Потом обсудим истинный рак, который нужно устранить. Я думаю, ты можешь уже уйти. Это Карл Ингрэм. Это Карл Ингрэм. Партнер Провиденс. И миллиардер. Он политический фиксик. Ингрэм любит старые тухлые деньги. Хм. Как я понимаю, вот мы идем к тянке. Слушайте, Орла, вот выходите-ка, а выйдет Хитон, чтобы я проходил его вот как-нибудь вот так, то есть с монтажом. Так, мы не можем тут говорить. Идите за мной. Круто, веди. Орлы, как вы считаете, стоит ли сделать вот такое прохождение с монтажом? То есть я просто буду показывать. Так, и что тут было? Выглядит немножко холодно, мистер. И просто я взял с душу лов в кустах, видимо, в этом и... Я надеюсь, у вас было время посмотреть на художественную выставку. Его Королевское Величество любит искусство. И я рекомендую это. Мне кажется, будет круто, если я с монтажом вот так пройду. Потому что смотреть намного интереснее, чем если я буду просто бегать по карте, что-то проходить. Мне кажется, с монтажом реально будет круче. Поэтому, когда игра выйдет, я не очень уверен просто, когда она выходит. Мистер Кази. Поэтому буду проходить с монтажом. Так, приятно вас видеть. Ну и какие-то интересные моменты просто вставлять в видео. Да. Ваша проблема, она исправлена. Амар сказал, что вы хорошие. Так, давайте разберемся с важными делами. Так. Так, что ты хочешь достать? А, лета... Яд! Отравить! Так, люди, выйти из комнаты. Нужно обсудить дело с мистером Казимом. Идеально. Инград там, где нам нужно. 47-ое. Делай, что должен. Так, я тут напиток хочу посмотреть на вид. А ты уверен, что он именно вот-вот... Кстати, когда первый раз сыграешь, вот откуда я знаю, что он именно виски выпьет? Он, может, вино захочет выпить. И что мне делать тогда? Вот откуда я знаю, что он выпьет? Или это реально просто, ну, типа, ставка на то вдруг получится? У него, кстати, пассианцы там разложены на работе. Что с моими очками, господи? У меня есть такие же, блин, где они? Где-то очки такие же. Лежали, как у Хитмана, хотя бы одеть. Мои мужики не будут лезть в нашу встречу. Надеюсь, это не проблема. В любом случае. У вас выбора нет. Блин, ну тут вот эти чуваки. Чувствую себя дебилом с этими очками. А, я присоединюсь к вам. В любом случае, я говорил, что интересно, как мы... Ой! Святое дерьмо. С 47-й его схватили. Скоро провидался не будет. Вам нужно найти выход. Наш бизнес здесь окончен. Но до конца далеко. Слушай, то есть им я вообще не подозреваю? Тут ребята просто такие, ой, а кто это? И я каким-то образом переоделся в военного и вышел с миссии при помощи парашюта. И ведь никто не заподозрит парня, который прыгнул с небоскреба с парашютом. Хотя ладно, тут эти шашары летают. Ну, так что, Арлы, как вам, Арлы? Хотите? Как вам игра, во-первых? И хотите ли вы, чтобы я ее прошел именно в таком стиле? Потому что будет куча стримов, куча прохождений, где люди просто снимают полуторачасовые серии, как они устраняют цели. Я подумал, а может быть реально сделать профессиональное прохождение с точки зрения того, что я просто буду показывать сюжетные какие-то вот отыгрыши, сюжетных миссий, когда ты там, допустим, вот душишь фотограф, отыгрываешь какую-то сюжетную миссию, которая поможет. Сюжетную миссию в миссии, чтобы убить цель. Мне кажется, это интереснее, чем если я буду делать какие-то огромные гигантские стримы, в которых я буду вот так вот все. В общем, такие у меня мысли, такая идея, и я бы лично именно такое посмотрел. То есть, смотрите, вот это видео сейчас было, кстати, максимально кайфово. Допустим, если бы я когда вижу, допустим, какой-то полуторачасовой, двухчасовой стрим по игре, мне некомфортно. Я такой, ну блин, ну может я это посмотрю, но на самом деле я бы скорее вот такое посмотрел. Но это мое мнение, я знаю, что я как бы, мне уже 25, я уже старпер для ютуба, сейчас может молодым нравятся двухчасовые стримы, я не знаю. Орлики Би, всем пока, до следующей серии. Ой, господи, серии. До следующей игры, понимаете, все, будем активить. Пора возвращаться на ютуба с завода. И да, пока. Лайк поставили, молодцы.